В Далгопилсе одним из главных приоритетов являются семьи с детьми. Заботясь о младшем поколении, оборудуются игровые и спортивные площадки. Современный облик приобретают учебные заведения. Реализуются и другие очень разнообразные проекты. Не забывают и о многодетных семьях. Для поддержки этой категории населения в самоуправлении недавно было принято сразу несколько решений. Теперь местные многодетные семьи могут бесплатно пользоваться платными стоянками на территории города. А детсадовцам из больших семей будет обеспечено бесплатное питание. 20 мая вступили в силу поправки к обязывающим правилам, которые предусматривают, что в дальнейшем право бесплатно парковаться на территории города будет также у многодетных семей, если основное место жительства хотя бы одного из членов семьи задекларировано в Далгоповском самоправлении. Чтобы получить соответствующее разрешение, необходимо отправлять заявление в СИА Паркингс Д, обязательно указав в нем контактный номер телефона, а также приложив копии регистрационного удостоверения транспортного средства и удостоверения почетной семьи Латвии 3 плюс гимнес-карта. Она необходима, так как на данный момент в стране нет официального регистра многодетных семей, и эта карта – единственный способ юридически корректно их идентифицировать. Заявки принимаются по почте или на электронный адрес parking.inbox.lv. После получения заявки будет выдано разрешение, срок действия которого будет соответствовать сроку удостоверения почетной семьи, но не дольше, чем до 31 декабря текущего года. По вопросам можно обращаться по телефону 654-20-633. Если вы еще не успели оформить карту, это можно сделать на домашней странице года-гимена.лв. Там уже собрана полная информация о том, кому полагается удостоверение почетной семьи и всех преимуществах программы в масштабах не только Даугупилса, но и всей Латвии. Карта 3 плюс необходима и в случае, если вам полагается поддержка сомправления на питание ребенка в детском саду с 1 сентября этого года. Проект решения, поддержанный в начале мая, предусматривает оплату питания во всех возрастных группах Даугупилских детских садов. Обязательное условие – ребенок из многодетной семьи должен быть задекларирован в Даугупилсе. Всего в Даугупилсе около 1100 многодетных семей. Самое активное из них создали общество Лейлос-Гименес, чтобы сообщать, решать актуальные вопросы и вести диалог с самоправлением. Руководству города подан целый ряд предложений по оказанию поддержки многодетных семей. Большая часть этих предложений уже снискала поддержку. Так, например, созданы более благоприятные условия для участия ребят в программе летнего трудоустройства и посещения летних лагерей. Семьи могут получать второй бесплатный проездной для передвижения на общественном транспорте. Представители общества отмечают, то, что их просьбы находят понимание и поддержку, включая и только что одобренные инициативы, не только отличная помощь нынешним многодетным семьям, но весьма неплохая основа для того, чтобы в будущем их количество в Даугупилсе становилось еще больше. Общение с Даугупилской думой проходит хорошо. Нас слышат. Мы много дискутируем, и это полноценный двусторонний диалог. Семьи высказывают свое мнение, депутаты прислушиваются к нему и дают свои комментарии. Возможно ли это, невозможно, или станет возможно год, два или три спустя. И вместе мы приходим к осязаемому результату. Больше всего, конечно, хотелось бы в городе изменить стереотип о больших семьях, ведь очень часто приходится слышать, что они все якобы неблагополучные. Это совершенно не так. У нас очень много замечательных, активных и просто прекрасных семей, которые, можно сказать, создают будущие демографические улучшения в городе. И хоть какая-то поддержка им точно нужна. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупской городской думы.